ребят всех приветствую на канале грильков с вами лёха мексиканец и сегодня мы с вами приготовим блюдо которое очень давно обещал это фахитос ну проще говоря это единичный случай это называется фахито потому что я привык называть почему-то фахито потом выяснилось что фахито это просто значит одна штука а фахитос это большое количество я покажу как делаю я но я сразу скажу рецепт если честно не мой мне нравится как готовят в одном из мексиканских заведений города санкт-петербурга очень интересная подача с текилой все это делается но думаю что может быть да нет на дети все-таки не стоит такое блюдо употреблять я считаю что аутентичные правильно делать из говядины поэтому я взял именно и и здесь у меня где-то 450 500 грамм можно сделать с любым мясом будь то куриная грудка будь то свинина вот с чем больше нравится главное главное правильно все это нарезать чем мы сейчас займемся говядина мне досталось вот такими вот уже стейками нарезанными что нам надо сделать ребята должны быть тонкие тонкие полоски вот что-то около того должно у нас с вами получиться потому что прожариваться мясо будет достаточно быстро поэтому лучше сделать тонкой соломкой потому что соломка здесь и перец и лук должен будет быть нарезан нарезанную говядину повторюсь еще раз посмотрите какая она тонкая вот она такая здесь и должна быть чаще всего насколько я знаю обычно не маринуют но я люблю мариновать еще раз рассказываем о том что я показываю рецепт который мне очень нравится маринад им просто простецкий это 50-70 миллилитров томатного сока соли добавляем по вкусу я не буду борщить потому что я добавлю еще когда у нас будут овощи прожариваться поэтому немного и вот здесь так как нам надо дать мексиканскую нотку мы с вами задействуем а вот где-то наверное вы знаете вот столичка лайма вторую часть мы с вами сделаем для соуса выдавливаем это все сюда вот эта кислинка необходимо здесь и теперь все вот это перемешиваем мясо я отставляю в сторонку ну не то чтобы промариноваться просто пусть она постоит хотя бы минут 15-20 пока мы с вами займемся приготовлением соуса я считаю что в фахитос должно использоваться сметаны это точно гуакамоле я не очень люблю но я сделаю вариацию на тему сальса потому что она мне очень нравится она будет такая жгучая сочетаться со сметанкой но об этом в конце сейчас сальса скорее сальса даже относится к таким deep соусом то есть это набор овощей и в хороших ингредиентов здесь у меня 4 на даже 5 столовых ложек такой хороший пахучий кинзы мелко нарубленный хотя вы знаете странно для такого времени года купить пахучую ну не знаю откуда начали на рынок завозить и так дальше понадобится три помидора что я с ним делаю эту головку или как-то правильно так называется тоже сейчас притяну плодоножечку мы с вами убираем ни к чему она здесь вот так вот разрезаем и здесь есть мякоть вы знаете я считаю она здесь не очень нужна поэтому я ее вот так вот аккуратно беру и срезаю шана даст лишнюю воду ну тут часть мы естественно с вами сгребаем она здесь действительно а не нужна как нарезаем да нарезаем просто квадратами сейчас попробую показать на наташи закрываю сейчас все так вот мелко нарезаем помидоры я отгружаю к кинзе вот такие вот вкусные ребята вы знаете уже наташка да удивительно зимой такие помидоры вкусные купить это прям вообще нонсенс мне кажется что нам понадобится дальше значит здесь у меня находится одна четвертая от красной луковицы тоже нарубленная вот такими квадратами 3 зубчика чеснока мелко нарублено все должно быть только ни в коем случае не через чеснока до вилку и халапеньо острый перец три штучки здесь по вкусу я хочу чтобы это все прям было скажем так горячо что дальше мне понадобится это свежемолотый перец так как без него моя жизнь вообще была бы просто редкий да считаешь так и главная фишка наташ хватит ее разничать я все прекрасно понимаю весь твой этот энтузиазм сейчас я как положу туда еще табаско и все до свидания и так опять же 1 3 от лайма сок добавляем сюда вы знаете честно говоря лайм ассоции ассоциируется у тебя с мексиканской у тебя-то с текилой больше он ассоциируется ты же у меня мой маленький алкоголик все правильно оливковое масло порядка одной полутора столовых ложек идет сюда ну и немножко присыпем но совсем чуть-чуть это соль осталось все это перемешать вот такая вкусно какая заправка вы знаете можете взять себе вообще на вооружение потому что она подходит к шишку перед шашлычком наташ как тебе такая фраза что-то новенькое вот вы знаете для меня вот это идеально со не надо только в блендере все это перемешивать нет это важно чтобы вот так и все оставляем настояться пока займемся приготовлением мяса и перца и овощей короче всех ну что погнали по готовке сковородка должна быть раскочегарена на максимальный жар добавляю немного добавляю вот столько я не буду говорить сколько добавляю вот столько я добавляю масло растительного и сливочное мне очень нравится когда идет сочетание со сливочным маслом поэтому мы сюда отгружаем да что ж ты будешь делать то как только она подтопилась нам нужно обжарить половину красной луковицы нарезанную тонко также сюда идет полтора болгарского перца я взял разного цвета чтобы симпатичнее было а также половина чили перца и все это обжариваем на максимальном огне прошло где-то две минуты естественно овощи еще не готовы мы их сгружаем вот в эту сторону а вот с этой стороны у нас с вами идет говядина вот сейчас мы ее на одной стороне прожариваем равномерно на протяжении двух минут при этом не забываем про перец что его тоже надо помешивать после того как говядина зазолотилась можем все это теперь перемешивать вместе на максимальном повторюсь еще раз огне это все делается прожариваем поймите здесь очень важно чтобы перец был вот такой аль денте чтобы он не был ни в коем случае знаете как такой очень прожаренный что я вам рассказываю сейчас жидкость лишнего идет все будет уже готово вот это нормальное количество мяса господа далее с пылу с жаром мы снимаем сковородку я все показываю как в заведении вливается 25 миллилитров текилы прямо сюда вот так вот и начинаем зажигать воу воу пошла пошла жара все отлично сейчас она выпарится и представление блюда и будем пробовать все отлично ну и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok